Всем привет! Вы слушаете Дикие утки. Это подкаст, где только правдивые истории, ничего выдуманного, только жиза от наших гостей. У микрофона Дарья и сегодня у нас в студии Егор Харитонов. Привет! Привет! Егор Человек-экспедиция. Сегодня будет история про экспедиции? Вообще, объясни, почему я тебя так назвала. Потому что я занимаюсь в последнее время коммерческой археологией. Я ушел из журналистики и копаю землю. Журналист-археолог. Да-да-да. Ну, там у нас много всяких калечий набралось. Экономисты, юристы. Всем, кому не пригодился диплом. Именно, именно, да. У нас как-то в комнате в бытовке таких вот грязных, вонючих мужиков специально берцы стоят за комнатой, потому что вносить ее нельзя, мы иначе там не выживем. А количество дипломов превышает количество людей, потому что есть кандидат в наук, есть аспирант, есть люди с красными дипломами. И вот мы все копаем землю. Но археология — это прибыльное дело. Некоторая часть археологии. Ну вот у тебя как это все вышло? Ну да, я как бы ради этого. Все ради денег. То есть, ребят, если вы закончили универы и диплом вам не пригодился, идите копать. Да-да-да, копай. В любой непонятной ситуации копай. Да, и вы заработаете денег. Да. И, возможно, у вас появятся такие же истории веселые, как у Егора, если он перестанет так делать. Давай, рассказывай. Я давно не был в цивилизации, поэтому всякие штуки меня забавляют. Так, значит, я сейчас принесу сюда берцы чьи-нибудь. Не буду ими угрожать тебе. Нам придется выйти тогда. Я буду просто угрожать тебе ими. Ну, рассказать я хотел, наверное, все же не археологической бытности, хотя тоже забавного много. Я думаю, мы к этому придем. Я тоже думаю. С основной профессией своей хотел начать все-таки журналист я. Ну, и название передачи подкаста, оно как-то наводит на мысли про утки всякие, там, журналисты, все дела, продажная пресса. Это тебе утки на это? Конечно, ну, утки журналисты, утка. Ну, да, поняла, да. Как-то... Я это вырежу. Типа я умная. А не тупая. Как-то привел я свою девушку знакомиться со своими коллегами. Сидит там куча всяких таких вот известных в определенных кругах личностей. Журналисты там с большим стажем. Она присаживается, смотрит на всех них. Все ведут какие-то разговоры, с трудом прерываются, так одним глазком на нее смотрят и продолжают что-то там называть какие-то фамилии политиков. Да он там, да она, да этот через постель, а этот еще там что-то. И тут один самый старший из нас там мужичок под полтинник ему поворачивается к ней, берет ее за руку неожиданно и говорит. Анечка, так же, да, Анечка? Вы не представляете себе, какой пьющий народ журналисты. И отворачивается. Что правда, это правда. Да-да-да, так что журналисты это дико пьющие тварь. Другой мой коллега, что-то поперл у меня на алкогольную тему. Это норма. Рассказывал, да, про свою прежнюю редакцию. И там завелся у них какой-то чувак, который всем пытался насолить и всех в какие-то склоки. Этот чувак женщина? Нет, мужик. И как-то вот он забавлялся. Он отбирает наш хлеб. Вот да-да-да. Он должен был сидеть, наверное, на скамейке. Ты посмотри, его здесь нет, а уже, знаешь. А уже хочется двинуть, да, мужику? Да-да-да. И, в общем, когда он в очередной раз подошел к моему коллеге Леша. А Леша такой, ну, мега интеллигент. Человек, который в совершенстве знает английский. Когда-то вел сайт синагоги. Ну, это прям аналогия с песней знает английский и еврит. И к нему подошел этот мужик и начал говорить, а вот ты знаешь, что про тебя тот говорит? А вот это про тебя говорит вот так вот. Леша посидел, посидел, послушал ее минут пять-десять. Повернулся и говорит, ну, я не знаю, там, как чувака звали, там, Вася, Петя. Знаешь, Петя, я же человек пьющий. Я же ебнуть могу. Поэтому все журналисты люди пьющие. У нас без этого дело никак. Ну, если особенно у тебя в коллективе такой чувак, который интриги там разводит. Да, да, без этого никак вообще. Ну, меня везло, кстати, с коллектива. У меня никогда не было таких людей. Чего я тебе хотел рассказать-то? Какую-то историю про пьющих журналистов. Ага. Как-то... Новый год вообще это праздник, когда пьют все. Начинают, в принципе, за годи и заканчивают. Новогодние истории под Новый год. Ну, кстати, да, 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 новогодние. Вот тот же самый чувак, который брал мою девушку за руку и говорил, что журналисты пьющие люди, он как-то у нас потом, ну, это не в тему Нового года, это просто припомнилось. Лыжня России есть такой забег, когда вся страна, вот они там вот, соответствующее количество метров, да, бегут на лыжах. И в регионе, откуда я родом, это превращалось в такую вакханалию журналистскую. И все журналисты туда съезжали, чтобы побухать. Там сделали вот несколько фоточек губернатора, каких-то там первых лиц, и потом, собственно говоря, квасить. Какая шикарная работа. Отличная работа. Вообще, ездить в поля с журналистами... Что ты оттуда переехал, вот это? Было круто все. Мне было тяжело. Ты уже не вывозил. Я стал старый немощный. Проебал все полимеры. Все старые немощные сюда едут. Ну, говорят же, что на Кубань едут, да, на пенсию. Старые немощные, да, так говорят. Устоявшиеся выражения. На Кубань едут старые немощные. В общем, чувак этот у нас как-то напьянствовал на этой лыжне России, что потерялся. И реально весь автобус журналистов ходит, а все такие косенькие, кривые, и ищут его по всей территории. А там как бы, ну, две огромные лыжни, какая-то территория и прочее. Мы ему звоним, Дима, ты где? А Дим может ответить только то, что он видит перед собой машины. То есть это вообще никак не выдает его, да? Я думала, что он видит перед собой лес там, ну, значит, деревья. Мне кажется, это хуже, чем, ну, я вижу машины. Машина-то хотя бы цивилизация где-то рядом. А то я вижу деревья. И чё? Дима мог уйти, да, в том состоянии. Это жесть, как раз было. Блин, лес это страшно. Лес это замечательно. Я хочу в лес. Ну, давай сейчас мы дозапишем. И ты пойдешь куда хочешь. Нет, я не пойду, лес это страшно. Ну, там всякие животные, которые хотят меня убить. Они ко мне домой приходят иногда. И мне довелось как-то контактировать с кабаном в лесу. Это неприятно было. Двояко. Я пинал кабана, когда он лез ко мне в палатку. Господи. Точнее, не ко мне в палатку, а в палатку к моим друзьям. Но я туда от него сныкался. Я спал возле костра, пришел кабан, я плеснул спирта. Ну, спирт в лесу всегда есть. Он там где-то производится, да. Почему бы и нет? Я плеснул в костер. А, я думал в кабана. Нет, в костер. Костер вспыхнул, кабан убежал. Я заныкался к друзьям в палатку, а кабан пришел туда. Он как-то очень фотосинтен. О, это ему понравилось. Наверное, да. Мне пришлось его ударить. Интересно, это была девочка или мальчик? Не знаю. Просто если это еще и кабан-гей, то это вообще комбо. Надеюсь, нет, что это было не так. Так вот, вы там бухали на вот этой лыжной штуке. Так это я нет, это просто масштабы, да. А, господи, это была история в истории и в истории. Да, рекурсия вообще нехилая такая. Так вот, первоначальная история. Да. Сегодня будет сложный подкаст. Ребят, сосредоточьтесь. В преддверии Нового года как-то собрались мы на квартире одного очень известного журналиста в моем родном городе. И, собственно говоря, совершали люто-бешеные возлияния какие-то. Я куда-то отлучился, вернулся и смотрю, застал людей за каким-то сборищем. То есть, как-то куртки натягивают уже. Егор, мы уходим. А куда уходим? На день рождения. Кому? Грише. А зачем Грише нам ехать на день рождения? А мы ему позвонили, поздравили. Грише, с днем рождения. Грише сказал, замечательно, приезжай. Тот человек, который звонил, говорит, да я не один, нас тут толпа. Ну, и человек взял и Грише сказал, как бы, да все приезжайте. Ну, и вся тусовка собралась и поехала. Чувствую день рождения был веселый. Да, купили в подарок водки и раков, так по-барски, так красиво. Водки и много раков. А водка дешевая? Нет, водки дорогая взяли. Ну, тогда ладно. Рекламировать не буду, но водки взяли хорошие. Богатая водка. Да, богатая водка и раков самых крупных, как бы, так антуражненько. Волга, как бы, раков, мне богата, поэтому подарок на самом деле нормальный, зачетный, на мой взгляд. Приехали мы туда, там люди все такие чинные, в костюмчиках, в рубашечках, постепенно подваливают гости, в духовке что-то там испекается неимоверное. А мы пьем. Мы ехали еще в машине весело, потому что, помимо водки, которую мы взяли в подарок, мы еще, в принципе, взяли с собой алкоголь. Ну, то есть, это вы подарите, а это так себе. Да, 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 себе, да. Ну, это вообще как-то забавно было. У нас чувак сам собрался от жены уходить. Бедный таксист, этот чувак что-то ноет. Звонит, там, дорогая, я прошу у тебя прощения. Третий, наоборот, своей женой ругается. Галя, я не приду сегодня домой. Ой. Два, ну, как бы, таких метро нашей журналистики ссорятся друг с другом. Какое, свадь, это все фигню, просто вот-вот. И тут один поворачивается к таксисту и говорит, а вы знаете, а мы вообще-то журналисты. Я не знаю, к чему он это сказал, но мне просто теперь стыдно было перед этим таксистом за весь наш клан журналистский. Доехали мы туда, чувак очередной раз поссорился с женой, он оказался живет рядом, жена пришла лично его забирать. Мы еще шутили о том, что Лешу забрали домой. Понимаешь, вот как-то, Леша, домой! И вот ему пришлось уйти. Правда, через час он вырвался, он реально в прямом смысле этого слова сбежал из дома, прибежал к нам. Что водка-то с людьми делает? Да, 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 connecting people. Потом у нас эти товарищи начали бороться на руках. Это их извечная забава. Боролись, продавили стол, сломали. Бороться на руках? А, вот, а то я сейчас представляю, это как девки, знаешь, держат. Машут руками впереди. И стали подходить особи противоположного пола. Ну, мы приехали исключительно мужской, да, компанией. Сотолбит, да, методом исключения стали подходить женщины. Ну, мало ли там кто-то на кабана подумает. Вот, да, женщины. Самки-человек. Самки-человек. Красивые, хоть красивые были тёлки-то. Ну, не все, но большей частью... Ну, нормальные были. Да, да. Ну, это обычные девочки, не вот те девочки, которые обычно приходят. Нет, ну, как бы они все такие интеллигентные барышни. Потому что это был день рождения... То есть это друзья и именинника. Да, не хочу палить в конторы, но, в общем, это были очень интеллигентные люди. Соответствующих профессий и так далее. Соответственно, начинаются разговоры там про литературу, цитирование поэтов. Ой, господи. Кино и так далее. Люди постепенно выпивают. Люди постепенно выпивают. Зачинщик, собственно говоря, у которого мы были дома и который нас всех отправил на этот день рождения, он произносит тост, как бы такой, обращаясь к имениннику, там, уважаемый именинник. Я вот как-то особенно никогда тебя не знал. Ну, я знал, что ты где-то есть в культурном поле нашего города. Ну, как-то я думал, ну, есть и есть. А тут мне мои друзья Егор, вот, например, и остальные, они говорят, клёвый чувак, а я и не знал. Прикинь. А мне говорят, вот сиди и молчи. А этот чувак клёвый. Ну, я молчать не буду, я себе скажу. В общем, всирает этого именинника по полной программе. Рассказывает, что-то тише воды ниже травы и вообще никому неизвестен, и в хуй никто его не ставит. А на самом деле, вот кроме нас, нескольких человек, которые объясняют вдруг, что этот хороший человек... То есть стоило пригласить один раз на день рождения, и всё, и ты сразу офигенный. Да, да, да. Я буду знать, я запомню, и я так сделаю. Я хочу, чтобы меня люди любили. Я бы, да, хотел бы позвать так на день рождения какого-нибудь человека, который банчит квартирами, там, машинами. Опять же, поддерживать его маленького подсака на меркантильного кю. Начинают приходить барышни. Тут же, как бы, самым пьяным объясняют, потому что, судя по сальному блеску в глазах, необходимость в этих объяснениях появилась. Понятно, да. Как бы, вот эту барышню нельзя, вот она вот с тем мужиком, а, понятно, а вот эту тоже нельзя. А вообще, свободно это есть? Вот просто объясняют как-то тихонечко на ушко. И оно, как обычно бывает в такой ситуации, вдруг неожиданно все смолкают, и вот это вот раскатистый грохот. А свободно это вообще есть? Тихо так же на ушко объясняют то, что как-то есть, вон та и вон та. Кстати, ничего. И тут начинается подкат. Тут начинается подкаст. К одной, ко второй. Потом, когда мы наутро это дело обсуждали, чувак говорит, блин, как-то много девок было. Ну, мы ему рассказываем, понимаешь, девок было не так много, как тебе казалось. Просто ты пошел по кругу, зациклился, такая бесконечная какая-то функция. Их было две, и он просто от одной к другой катится. Да, ну, в общем-то, примерно так. Он говорит, да, а мне казалось, что девки как с неба сыпятся, и одна за другой. И одна другой крашен. Сколько он выпил? Мы выпили много. Мы с этим человеком всегда пьем много. Я не знаю, что с ним происходит, но он как-то влияет на своих собутыльников. И как бы в каждом открывается какая-то черная бездна. Это его суперспособность. Литры, да, какие-то. Сразу ву-ху! Ну, в общем, одну из барышей мне пришлось спасать. Потому что чувак очень здоровый. Вообще, ты, вот как подкаты происходили? Ты, может быть, помнишь эти подробности, нет? Подкаты, ну, от каких-то банальных. Ну, мне просто интересно, вот пьяный чувак, вот что он делает? Ну, там какие-то... Мы прошли все стадии. Мы прошли все стадии. От погоды... Я думала, отрицание. От попытки... Катарсис. Примерно, да. От попытки как-то вклиниться в уже происходящую беседу. До просто тупого такого поднимания взгляда. А поехали ко мне? Нет, ну ладно. Ну, это был такой отчаянный шаг уже. Я хочу это видеть. Я хочу это увидеть. А я хочу это развидеть, понимаешь? Мне кажется, это очень смешно. У меня что-то включается в таких ситуациях, когда я чувствую ответственность за людей. Я, ну, пить не перестаю, но я перестаю пьянеть. И начинаю за всеми этими людьми ухаживать. Как-то стараться, чтобы они меньше доставляли всем затруднений каких-то. И вот мне пришлось одну барышню выгораживать, потому что как-то на ней сосредоточил свое внимание наш товарищ. Невезучая баба. Да, да, да. Но она какая-то озорная, она пыталась отшучиваться. Не игнорить, а отшучиваться. А это возбуждало интерес дополнительно. Беда девочка. Но мне пришлось подойти и сказать... Слышишь ты, хорошо. Нет, она с тобой не поедет. Почему? Потому что она поедет со мной. На меня посмотрели таким взглядом серьезным. Потом такая радостная улыбка расплелась. Мне пожали руку, обняли, сказали, молодец. И ушли с балкона выпить дальше. Красавчик. Так она уехала в итоге с тобой? Может, совпало? Нет, потому что мне вот этих товарищей пришлось развозить по домам. Они все тяжелые, каждый из них за сотню килограмм. Ты их на себе тащил? Да. Нет, ну один уехал сам. То есть ты разносил их по домам? Да, один из них уехал сам. Он прыгнул в такси, вызванное для всех, сказал до дому и уехал. И мы вышли, и такси у нас сразу так... Карету мне, карету, до дому. А второго, да, мне пришлось носить в банкомат сначала, чтобы расплатиться за такси. Это был тяжелый путь, целый лестничный пролет. Ты слушал в этот момент мотивирующую музыку? Я напевал мотивирующую музыку. Типа там, только вперед ты сможешь! Да, не шагу, да. Да-да-да, вперед Россия, давай-давай. Ну, мне кажется, это помогло бы. Ну, что-то мне помогло точно, да. Так как ты сам добрался? Я об этом историю умалчиваю. Ты не помнишь? Нет. У меня не так много в жизни случаев, когда я не помню, как я добирался домой, но это было из них. Было очень трудно. Ну, судя по тому, что это здесь, все нормально. Ну, потому что, да, я как бы сгрузил этих товарищей, как бы все. Ответственность моя больше стала никому не нужна. И режим вот этот выключился, и все, можно было расслабиться, и я расслабился. Нормально так потусили. Да, если бы один раз только такое происходило. Ну, в смысле, это же хорошо, когда постоянно какая-то фигня происходит. Это весело. Ну, как бы, да, не раз приходилось по утрам слушать рассказы о том, что происходило. И смотреть фотографии, видеозаписи. Да, трудно забыть утро 9 января, когда мне показывали видео, меня голову на барной стойке. О, Господи. Это ужасно, да. Не, ну, я как бы там прикрыл. Я хочу предысторию. Как так случилось? Да, кстати, все было очень просто. К моему товарищу подошла барышня и сказала, Никитка, а давай ты разденешься на барной стойке, я тебе к кассаре дам. Никитка сказал, хорошие деньги, только одному стремно, и подошел ко мне и говорит, братан, давай сделаем это вместе, у меня будет не стремно, и по пятихатке заработаем. Ну, мы так и сделали. Заработал? Да. Единственный раз в жизни, когда раздевался за деньги, да. Пришел еще откат бармана, кстати. Ну, ты шлю-шлю. Вот и не говори, да. Ну, я все прикрыл, так что. Да, конечно, расскажи мне. Шапка, я видео могу показать, что я сейчас расскажу. Я не хочу это видеть. Я сам бы не хотел, чтобы это происходило. Мне еще, знаете ли, жить и жить, поэтому я откажусь. Я хочу что-нибудь про экспедицию, что там мы копали, копали, откопали бы другую лодку. Мы когда приехали под Тамбовом, была замечательная экспедиция, такая настоящая полевая экспедиция. Вообще, вот, можно предысторию? То есть, что вы там копаете? Землю. Спасибо. Зачем? Что-то ищете, не знаю, что-то строите. У нас есть забавный закон. Прежде чем что-то построить на земле, нужно проверить, нет ли там археологических находок, нет ли там памятника археологии. Если он есть, памятник нужно разработать, как минимум, на той территории, где вы что-то строите. Как бы тем мы и занимаемся. Здесь, где разведка показала, что есть некий археологический памятник, мы изымаем весь культурный слой, все это дело описывается, отправляется в музей, ежели что-то находится. Я сейчас представила, знаешь, эту картину, как вот в сериалах про копов, когда случилось убийство, и там копы стоят, разбираются, потом приезжают федералы, и они такие, долбанные федералы, это наше дело. И вот такая же, долбанные археологи, приперлись. Нет, они нам за это платят. Ну вот, они еще и платят за это. Еще и платить приходится. Вот, и приехали мы в Тамбов, ладно, экспедиции бывают разные, самые клевые, самые трое, это полевые такие экспедиции, где люди живут в палаточках. Куда, кабаны ходят? Да, да, ну это нет, кабан ходил, это на ролевой игре, когда ты с толкинистами общался, да. Вау. Да. Сколько подробностей-то всплывает у нас тут. Вот сейчас эта экспедиция, с которой я вернулся, там были вагончики бытовки, такие вот, типа, полуцивильные условия, и там себя ощущаешь каким-то рабочим выхтовиком, джамшутом каким-то. А когда в полевой экспедиции ты прям такой, ну, прям вот археолог-археолог, такой бородатый. Типа спишь под звездами. Да, 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 романтика, вся фигня, туман, утром у тебя в палатку заходят, все дела. Красиво. Романтика, в общем. И долго не могли начаться, раскопки несколько дней, мы просто стояли и ждали, пока там произойдутся работы, предваряющие, соответственно, копы. Делать было нечего. Мы тогда начали исследовать окрестности и нашли плод. Ну, мы же археологи, нам же как бы весло делать лень. И картина, шесть человек на плоту, гребущие лопатами, такие, измотечения. Ну, это был замечательный плод, он нас очень выручил. Опять же, там всплывает алкогольная тема, потому что за бухлишком ездить было далеко. Выручили поплыть. Далеко до моста, потом пересекаешь мост до деревни и еще там какое-то количество до другой деревни. Это нужно было ездить далеко. А так на плод переплыл речку Цну под Тамбовым, это она, в которой ко двору Петра Первого самов вылавливали. Переплываешь эту речку и по росе, по полюшку 20 минуточек, и там бабка самогонщится. Когда делать нефига, это всего ничего ей было. Приходим в эту деревушку. Тебе не кажется, что вот здесь в городе бухло тебе достается слишком просто? Да. Однозначно. Не знаю, там приходишь к продавщице. Просто даешь деньги и все. Говорю, вот можете мне ее не сразу продать, пожалуйста, там, ну, загадку хотя бы загадайте какую-нибудь, чтобы я потом подумал. Такая паспорту ключом трясет. Бутылкой. Может там испытание какое-нибудь. Ну да, потому что там все это интереснее. Ну, плод, поле, роса, там, после дождя и все. Блин, я прям хотела бы, знаешь, на этом плоту плыть под музыку из Форт Боярд. Да, это было бы круто. Такая ту-ту-ту-ту-ту. Кстати, мы даже плоту имя придумали. У нас плот был небезымянный совершенно. Как кораблям придумывают там непобедимый, стремительный. Непотопляемый? Наш плот назывался инертный. Ну, там сделаешь два грибка, он как бы стоит. Сделаешь 10 грибков, он поплыл. Тебе пора останавливаться, он въебывается и вбел. Это очень смешно. Инертный. Я удивлена, что вы не назвали его, там, не знаю, бухловоз. Но инертный, это круто. Я говорю, у нас было слишком много людей с высшим образованием, чтобы назвать его бухловозом. Ну да, слишком просто. Да, 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 это как-то все. А вот алкоголь, да, достать-то забавушка бывает в таких деревнях. Вот мы приходим в деревню, находим первого попавшегося аборигена, тетка такая, мы спрашиваем. Самогон, где тут можно достать? Ой. Помолчала. А у нас не гонит никто. Такая еще одна пауза. Ну вот дом напротив магазина там есть. Мы стучились туда, в этот дом нас спрашивают, а вы нет участкового? Нет. Извини, а в магазине что, нет бухла? Ну, мы, во-первых, в такой полевой экспедиции хочется самогона? Нет. А во-вторых, это реальная деревня, это реальная глушь, там водка-паленка, так что лучше самогон. Ну окей, стучитесь вы в этот дом? Ну да, бабка спрашивает, вы нет участкового? Нет, нет участкового. А ну ладно, тогда заходи. Проверка, конечно, пипец. Я прям офигею, да. Ну мы рассказали, что мы археологи, все дела. Взяли на пробу, там две бабки самогонщики. Здрасте, мы археологи, мы хотим бухать. Я такая, а, дать что, заходите же. Ну мы ее как бы снабдили такими заказами, которые она не видывала. Ну то есть мы приезжали, там забирали 10 литров самогона, как бы. Она, ой, а я столько не успею. Капец, вы бабку напрягли. Да, мы сначала одной взяли. А что стоит самогон на деревне? Мутники оказалось, блин, не помню. Это самая важная информация, как ты можешь ее не помнить. Ладно, до 100 рублей литр. Блин, рублей 150 в полмитра. Ну ладно. Что-то такое. Ну неплохой был, неплохой. А у соседки был мутный. А это плохо? Ну мутный, да, плохо. Я просто, ну вот, в фильмах видела только мутный самогон. Ну это вообще терпеть не могу, когда в фильмах мутный самогон. Еще в огромной бутыли, 10-литровой, такой заткнутой кукурузным початком. Это все антураж. На самом деле так не бывает и не должно быть. А чем вы запивали самогон? Мы пожаловались ей, что у соседки твоей мутный. Она говорит, да как же, когда же ей цедить-то? А она же не цедит. А у нас вот это вот работает, да, лохушка? Ну ради денег. Это ради искусства, это ради денег. А потом мы видели, как она цедит. Обычный фильтр барьера, она в него заливает самогон. Она разливает его в бутылку. Это не труд. Это читерство какое-то. Ну а так, у нас же экспедиция, нам же готовят еду. Можно спереть обед, ну или порцию дополнительную взять. Или просто с обедом уйти к палаточкам, чтобы никому не мешать. Чуть-чуть, чуть-чуть. Из Саратова был Лёха. Человек со стаканчиком. В смысле? Потому что стоит, вот да, стоит где-то вот раздаться этому звуку, вот камрошечка сворачивается, подходит Лёха, достает стаканчик, говорит, ну мужики, я с вами. Круто, круто. Да, какой-то нюх у чувака особенный. А он сам когда-нибудь что-нибудь открывал? Или он просто, у него одна функция? У него даже сигарету было трудно стрелять. Потому что он говорил, что, блин, извини, я в палатке сигареты забыла, у него из нагрудного кармана пачка торчит. Не любили Лёху вообще. Беспально, да. Он не вернулся, да, с экспедиции? Да нет, вернулся, всё с ним нормально. Хотя сейчас уже не знаю. Когда-нибудь должна была какая-нибудь карма. Так и что там вообще, про что было? Про что ты рассказывал? Да я уже не знаю, какой-то такой поток алкоисторий. Ты рассказывал что-то про экспедицию. Про плод, что-то про экспедицию. Как вы бухали? Что-то должно было случиться, когда вы бухали в экспедиции. Даже можно не рассказывать, что ничего не было. В экспедиции... К тебе кабан заходил, господи. В экспедиции я познакомился с замечательным коктейлем. Коктейль называется «Полёт в мусоропровод». Записывайте рецепт. Ну-ка, ну-ка, кулинарная минутка. Да, я люблю готовить, и алкогольные коктейли в самом числе... Перед Новым годом очень актуальны. Да. В равных долях смешиваются водка, пиво и портвейн. И, как бы, правда, этот коктейль вызывает эффект, сходный своему названию. Влететь в мусоропровод как два пальца там опасаюсь, потому что это тяжёлый напиток, очень коварный. На вкус. Опиши вкусовые ощущения этого нечто. Ну, если пить шотами, то, как бы, ничего. Ох, вы там ещё и шотами пили. Но мы пили даже лонгами, понимаешь? Стало быть, ну, мерзко так, терпимо. Такие эстеты. Это так плохо, что даже хорошо, я его так сказал. Егор, как вы находитесь сегодняшний день? Ой, ну, не знаю. Пойду выпью «Полёт в мусоропровод». А другой коктейль был. Его придумал мой товарищ, он назывался «Портбурата». Красиво. «Портвейн» с «Буратино» пополам. Это интересно. Скажем так, это вот Новый год для бедных. Мне подходит. Да, да. Ну, можно назвать себя эстетами. Как бы джин, который моден, он вообще напиток для бедняков. Вот это джинтоник? Джин. Сам по себе джин. Когда в Британии ввели какие-то там аналог санкций, у них стало дорого и пшеницу, и виноград. В общем, из всего гнать было очень дорого. Поэтому гнали из какого-то долбанного паркета. То есть из ёлки. И вот так появился джин. Так вот почему он ёлочкой пахнет. Так он из ёлки гонится. Ну, я просто всего один раз пила этот джин, и то он немного. Я просто помню, что он пах ёлочкой. С тоником ещё ладно, а так это реально дешманский напиток для бедняков. Это всегда был напиток изначально для тех, у кого нет денег на нормальное бухлишко. Тогда ты покупаешь джинт. Вот то ли дело у нас, боярка. Да. Если нет денег, покупаешь боярку. Да, и праздник в дом приходит. Ты пила боярышник? Нет. Да ладно. Ну, знаешь, после недавних событий я его и не стану пить. Нет, но сейчас ты уже, да, он уже не тот, явно, боярышник. Я пила корень солодки. Это сироп от кашля? Ну, он такой нормальный. Он сладенький? Он очень сладенький. Он, знаешь, такой... Ну, вот если представить, что боярышник и корень солодки — это нормальные алкогольные напитки, представить, то корень солодки, он такой для девочек, ликёрчик. Вот так. Леди-дринк. Да-да-да-да-да. Там можно разбавлять чем-нибудь как-то или делать. Я пил однажды боярышник. Как-то был... Расскажи, это очень интересно. Да, ну, так как бы там истории не с этим не было связано. Это была тусовка литераторов и художников. И был день рождения у одного поэта и у одного художника в один день. Мы праздновали, нас послали в магазин. Нужно было купить сосисок самых дешёвых, две морковки и три флакона боярышника. Отличный был набор, да. И тогда я впервые это попробовал. Ну, у человека там вообще был, на самом деле, очень такой подход мощный к всему этому делу. Нужно было вливать то ли боярышник в воду, то ли воду в боярышник. И ни в коем случае не иначе. Вода должна была быть определённой температуры, я точно помню. Ну, короче, это знающие люди уже. Да-да-да, это были знающие люди. Круто-круто. А в Саратове я ещё пивал напиток под названием дресня. Что? Что? Объясни, потому что я думаю плохо. Ну, это разбавленный спирт, который вот почему-то в простонародье как назывался дресня. Он продавался в специально обученных таких вот подпольных точках, которые назывались шинками. У меня, короче, подруга, ну, мы что-то, знаешь, с ней решили затусить, купили винищет. Рафаэлки? Нет, Рафаэлки. Не настолько женская фигня, да? Да, да, да. Но суть в том, что винище мы выпили. А что делать с закуской, хрен его знает. Нет, закуску мы тоже съели, что-то пробило на поесть. А точно ли вы это винишко-то пили, ну? Или история чем-то умалчивая? Точно, мы выпили винище. Мне понравилась фраза перед словом, вот, пауза перед словом точная. Заткнись. Мы выпили винище. И я забыла. Ну, после винища такое случается. А, я захотела пить и еще. Ну, а было уже, типа, время, когда, ну, не продавали. Ну, и мы такие, знаешь, типа, ну, мы не пойдем уже. На улице холодно, мы устали. И, значит, у этой подруги был спирт. И она сделала офигенный просто как-то. Налила воды, спирт и кинула туда ложку варенья. Какая же это мерзость, боже мой. Это было очень невкусно и очень мерзко. Мне это напоминает коктейли, которые пьют ролевики. Думаю, что сегодня напоминали с тобой ролевиков. Которые играют в эти игры. Ну, да, в лесу. Вот это вот в дурацкой одежде с палками. Типа, которые воссоздают там какие-нибудь исторические события. Нет, воссоздают. Это к ним трудно относиться с иронией. Они как бы очень крутые чуваки, это реконструкторы. Нет, а это есть толкинисты, которые, ну, по фэнтезийной теме. Те, которые воссоздают, как бы тут какая нахрен ирония, когда чуваки ходят на них по 20 килограмм стали и клинок, который эту сталь пробивает. Тут как бы трудно к мужикам с иронией отнестись. Это люди не пьющие, да? Сильно пьющие. А, то есть через чур. Ну, ладно, понятно. Ну, понимаешь, как можно выйти куда-то, вот когда тебя будут лупить стальным клинком и не пить, я не знаю. А некоторым такое нравится. Ну, я слышала, я не про себя. Ну, это мне обязательно металлические, да? Я не думаю, что мне понравится, что меня лупят чем-либо вообще. Это больно. Знаешь, мне кажется, с каждой фразой я... Ты палишься. Все, да, все хуже становится. У нас как-то стояли толпой, общались что-то, и кто-то обронил хуем по лбу. Девушка стояла, стояла, и так как-то задумывалась. Там, что с тобой? Так поворачивается. Это больно. Покраснело и ушло, потому что поняла, что зря это обронило. Господи. Вот так это, про коктейли, которые пьют ролевики. Как бы они на самом деле собираются из подручных материалов и спирта. Коктейль, называющийся вкусняшка, это... Берешь котелок воды родниковой. Колодезной. Родниковой. Ну, черт. Колодезной не годится что-то. Это попса. Это для нищих. Да-да-да. Поэтому родниковой воды. Туда спирту. Это все на огонь, в костер. До хорошего разогрева. Туда растворимый кофе, сгущеночку. И подавать горячим. Это ликерчик. Да-да-да. А ты не хочешь там методичку какую-нибудь написать? Я думал об этом. Самые отстойные коктейли мира. Я тебе давай расскажу про львицкие коктейли. Про коктейли. А, ну давай. Коктейли. Да. Какая-то была у нас игрушка. И как-то игра совсем не шла. Люди никак не вживались в роли. Было все плохо. Игрушка была на малое количество человек. И решили не делать обособленный кабак. И организовать единовременный прием пищи. Чтобы люди раз, пожрали. И снова продолжили играть. И к этому делу приготовили пунш. Пунш готовил наш басист. Чувак взял ведро. В него налил спирта. У тебя была группа? Нет, у меня группы не было. Ну, что значит наш басист? Я был причастен к одной группе в виде их пиар-менеджера. В виде их алкоголика. Ну, это однозначно, да. У каждой группы должен быть свой алкоголик. Конечно. Ну, в общем, чувак попробовал и решил, что это крепко получилось. А, там еще, ну, крокодей какой-то он выварил во всей этой жиже. Банку вишневого варенья туда жахнул. Попробовал и понял, что это как-то слишком крепко получилось. Решил разбавить. Влил туда полторашку прозрачной жидкости, которая оказалась чистым, неразбавленным медицинским спиртом. О, Господи. И после этого ведра пунша, жидкости, которая вспыхивала, если ее плеснуть в костер, игра поперла. Люди такое вытворяли, такой отыгрыш начался, такая ролевая игра. Там принцы скакали на конях, роняли принцессу в лужи, в ручьи. А принцессы там сами не ронялись, случайно? Все ронялись. Чувак у нас переносил одну принцессу, так через ручей переносил, и как-то его немножечко занесло. Он понял, что сейчас упадет, решил не падать. И так аккуратненько преклонил колено, перся им на какую-то корягу. И барышню попой в ледяной ручей прям так медленно-медленно опустил. И мы застали эту картину, мы каким-то образом обернулись. Барышня так медленно взгляд менялась, она с трудом понимала, что это, и почему ее попе все холоднее и холоднее. Она была пьяная. Все. Мы на этой игре проводили обряд по приделыванию женщины-сисек третьего размера. У нее официально в паспорте было записано, что у нее третьего размера. Круто-круто, и как оно происходит? Просто в паспорте прописываете? А по факту? По факту, к сожалению, на ней это не сказалось. Это все ложь, фальсификация. Отстой какой. Прикинь бы, какими они счастливыми оттуда ушли. Пришла такая с нулевым, потом вышла с третьим. Пока не отпустит пунш, он у нее был третьим. Пока окружающих мужиков пунш не отпустил, был третий. Да, 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 именно что мужиков. Да. Ну, в принципе, тогда на этом все. С вами были Егор, Дарья. Скоро услышимся. Пока. Ой. Стой. Бай. Ну, я. , я. Субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok